Это не соревнование джипов. Развлечением тут не пахнет. Люди едут работать. Общество охотников и рыболовов в Хакасии собирается вскрывать лёд на озере Большое в урочище Сорока-Озёрки. Привычные для рыбаков манипуляции с буром, на этот раз не для того, чтобы вытащить на лёд карася. Наоборот, дать ему возможность дышать. Высверливаются две лунки, соединяются канавкой и прогоняется вода, обогащается кислородом. После окончания работы всё закрывается камышом, чтобы лунки не замёрзли. Камыш в деле спасения рыбы – средство незаменимое. Есть ещё один способ, дедовский, но самый надёжный, самый хороший. Чтобы рыба дышала, берём камыши, пробиваем лунку и вставляем. И даже когда лунка замёрзнет, камыш останется, и сквозь трубочки воздух будет поступать внутрь. Самый производительный способ – это, конечно, помпа. Лопатой махать не надо, скинул шланги в воду и стой рядом, контролируй. Кстати, без надзора в деле спасения рыбы никак. Так, слишком сильный соблазн может появиться у рыбаков, когда караси плавают под руками. Необходимо для того, чтобы в период проведения данных мероприятий водный биоресурс был в целости возвращен в водную следу обитания, чтобы никто не браконьерничал, всё было соблюдено правильно, вода обогащена, рыба возвращена в водоём. Чтобы узнать, что кислорода подо льдом хватает, нужно отвезти пробы воды в лабораторию. Но опытные рыбаки могут это сделать и сами, причём на месте и с помощью носа. Как только перестанет от новых лунок пахнуть сероводородом, то всё, можно сворачивать работы. Как показывает опыт, к этому моменту треть озера будет истыкана лунками. Александр Тимофеев, Алексей Иванов, Новости, 7-й телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok